Микрофон AK5 это один из самых недорогих конденсаторных USB микрофонов на Алиэкспресс, но при этом он имеет довольно неплохое качество записи и даже может потягаться с более дорогими собратьями. Это подтверждено не одним обзором на том же ютубе, поэтому насмотревшись видео обзоров я решил заказать себе именно эту модель, так как в первую очередь меня волновал именно вопрос цены. Ну и попользовавшись некоторое время данным микрофоном могу сказать, что он своих денег однозначно стоит, но обо всем по порядку. Начинать обзор следует естественно с характеристик, поэтому привожу их ниже. Итак, микрофон AK5, материал корпуса металл плюс АБС, тип датчика электронный конденсатор, диапазон частот от 192 Гц до 18 кГц, чувствительность минус 47 дБ, частота дискретизации 192 кГц, 24 бита, микрофон кардиодный, два звуковых канала, входное напряжение питания 5 вольт, длина аудиокабеля 1,2 метра, вес 450 грамм. Я лично взял себе комплектацию сразу со стойкой и поп-фильтром, чтобы потом не докупать все это дополнительно. Но судя по отзывам, многим достаточно и самой простой комплектации, в которой есть только микрофон, USB шнур и поганенький штативчик на стол. Тут уж кому что нужно. Стойка микрофона сделана из металла. Она довольно добротная, с хорошей роскостью, с пружинами и зажимами. Для закрепления стойки на столе в комплекте имеется винтовой зажим. В зажиме сама стойка также прижимается винтом, но при необходимости его можно не затягивать, и тогда довольно удобно поворачивать стойку в сторону от стола, когда микрофон не нужен. Следующим на стойку нужно установить подвес для микрофона. Он пластиковый, имеет поворотный механизм. Микрофон на подвесе зажимается кольцом. Резинки, которые держат зажимное кольцо, довольно тугие. Вес микрофона держит хорошо, не болтается. Но при этом мелкие вибрации и шевеление стола не передаются на микрофон. В общем подвес достаточно хорош. Теперь о поп-фильтре. Вот он мне не очень понравился. Во-первых, я не с первого раза понял, как его крепить. Пришлось поглядывать на фотографии на странице товара. Во-вторых, он слабоват. Гибкая ножка подвесом самого фильтра немного прогибается. И чтобы выставить его в нужном положении, приходится немного повозиться. Ну и теперь сам микрофон. Корпус микрофона сделан из металла. Достаточно хорошо и качественно сделан, кстати. Покрыт краской. Снизу имеется резьба для установки в подвес. И снизу же находится микро-USB порт для подключения к компьютеру. Элементов управления тут особо и нет. Есть только крутилка для регулировки громкости записи. Кстати, довольно бесполезная, на мой взгляд, фича. Она же при нажатии отключает микрофон. А это уже более нужная функция. Есть светодиод индикатор работы. Синий микрофон активен. Красный микрофон отключен. И есть порт 3,5 мм для подключения наушников, для прослушивания записи. Дополнительно в комплекте с микрофоном имеется поролоновая насадка. Естественно, я натянул ее на микрофон. Так вот в сборе выглядит вся конструкция. После сборки можно подключать микрофон и тестировать. Я установил стойку на столе, просто зашав ее винтовым зажимом. У меня столешница сделана из обычного LDSP, поэтому проблему с установкой не возникло. Все держится хорошо и добротно. Стойка складывается, раскладывается, нагибается, крутится. Можно поставить ее перед лицом, а когда микрофон не нужен, его спокойно можно отодвинуть и поднять повыше, чтобы не мешался. В Windows 10 микрофон определился без каких-либо проблем. Дополнительных драйверов не понадобилось. Система опознала микрофон как USB LCS Audio и определила его возможность в 24 бита, 192 тысячи герц. Данный видеообзор записан на этот же микрофон, поэтому вы легко можете оценить качество его записи. Также микрофон без проблем работает с любым телефоном через OTG адаптер. Ну и небольшие выводы от себя. Мне микрофон понравился. Звук голоса записывается достаточно хорошо. Лишние шумы, конечно, тоже есть, но не критичные и легко убираются в том же Audacity. Голос получается достаточно натуральным, без лишних оттенков. Полученный материал затем можно уже редактировать, не затрачивая усилий на улучшение и чистку, что очень и очень хорошо. Для кого подойдет такой микрофон? Ну, конечно же, для начинающих. Да и не только начинающих ютуберов, которые хотят за небольшой бюджет улучшить качество своих роликов, наговорить озвучку, немного обработать и наложить на видео. Также подойдет для записи подкастов. Качество речи и чувствительность микрофона достаточно для этого. Для записи аудиокниг. Конечно же, для начинающих аудиочитальщиков этот микрофон подойдет отлично. Для стримеров. Звук с такого микрофона будет однозначно лучше, чем с микрофона, петельки или микрофона на наушниках, даже если наушники игровые и дорогие. Для геймеров. Хорошая громкая и четкая речь в сетевых играх никогда не помешает. Также я в отзывах нашел информацию, что этот микрофон отлично работает с PS4, но этого я не проверял, так как я не играю в онлайн игры на своей PS4, и мне просто не с кем проверить. В целом же, я смело могу рекомендовать данный микрофон к покупке. Он недорогой, но стоит каждого доллара, потрачен на него. Это отличный вариант для начинающих, а спустя уже время и при необходимости, можно будет купить что-то более дорогое и качественное, когда уже будет понимание того, что требуется, и будет позволять бюджет. Продолжение следует... Продолжение следует...